нас не любят я могу тебе задать супер неудобный вопрос страшно давайте сразу все сами расскажете ну чё катя карьер папку пил купил папа каменди клапка как ты попал в канди я скажу правду не так было нифига не так было я расскажу очень завуалировано в третьих лицах и он тебя домогается после автопатии пойти в номер не хочется на самом деле про это говорить до выбора не не было денег ёб твою мать он нет на такси деньги занимал это все было на твоих глазах 5 миллионов 10 30 и я думаю чё за фигня мы просто по очереди плакать как ты просто удержался в этот момент не набил боли блять меня держали почти все а если бы скорее всего разошлись сейчас уже все нормально сейчас мы уже никому не принадлежим всем привет это шоу в котором всегда есть выбор да да нет нет меня зовут наташа гасанханова и сегодня у меня в гостях образцовая семейная пара молодые родители катя шкурой дим козлов ребят привет сразу вот этими ними хоть вопрос ты сменил фамика злова все семья козлова все тогда так зафиксируем рассказываю вам что мы вообще здесь делаем я зачитываю своим гостям новости которые нашла о них в интернете среди всех заголовков есть один выдуманный задача гостя угадать какого заголовка никогда не было в сети случае промаха гость выполняет наказание бойтесь будьте в напряжении погнали а можно наказание потому что можно сначала ты хочешь сразу наказание посмотреть ну хочешь давай пожалуйста не интересно будет ладно хорошо но все тогда скажет моя жена так и сделаем красава каблук люблю такой стиль источник паблик tick toppers дима козлов на шоу свидание вслепую поцеловал габи в губы суть новости катя шкуроза это налетела на него прямо во время съемочного процесса я не понимаю друзья не в итоге или нет задается паблик tick toppers ну как я понимаю вы не друзья все-таки но расскажите что там вообще происходило ну давайте наверное по чесноку нас пригласили на шоу точнее меня в частности катя просто приехал вместе со мной мы еще тогда по моему даже не встречались но у нас такой и типа контент когда мы шиперились да это модно было в то время и тогда вот прям я не помню кто у меня никита златоус был еще и амирка по моему и мы прям не вывозили это шоу то есть не было никакой движухи не было экшена не было ничего и там нужно было распределиться кто какую часть тела целую катя такая горит типа блин вообще ну как-то скучно игре давай типа ты давай типа просмотра наберем типа охваты ты сделаешь и что поцелуешь и я как бы потом наличу мы это согласовали со всей командой продакшеном и так далее это постанова ребят вот так бывает ребят да так бывает когда вот просмотры не особо набираются и и все ему короче сделали это ничего себе а я сидел типа ой как мне стыдно и все вот в этом духе потом нарезки в тик-ток под песни максим на самом деле на самом деле тот момент очень хорошо хайпанули на этом то есть это было прям для нас прорывной . у меня здесь вопрос больше катя ты правда ну хорошая актриса почему постанова была такая голимая мне кажется все поняли что это вообще ждала что там начнется ну не прям как но там было что-то очень и а я врывалась как будто они уже там что-то жесткое творят и я занимается сексом как бы и якобы вырвалась ну потому что типа думала что сейчас что-то будет и я не знала еще всего начну бить это еще не вставит я пыталась как бы это все формате 12 плюс сохранить на короче получилось то что получилось и же другая бескромная девочка еще напугая своих в итоге он не поцеловал подбородок такой поцелуй типа какой-то вроде поцелуй подбородок и ты еще на летающие смотрю сразу как бы развеяли все мифы сказать что это была постанова люблю так когда все вот по чесноку давайте про поп-стар также назывался тикток дом в котором мы были это кстати я название приду серьезно хорошо подружку шли из поп-стар хауса ну классика блин да желательно ну давай да только ничего не было денег вообще ну то есть и по 1 house там ничего не заходило пришли другие люди мы с новой надеждой с новый с новым дыханием думали все сейчас все попрет феорическое там открытие какие-то коллаборации фит с митей фамины думаю но все еще попрем только на этом моменте понять что все пиздец дома кит с митей фамины песня все будет хорошо сиро надежда когда вы записывали у дробь и на студии и все ну благо у меня были съемки других проектов но был такой что мы дим на такси денег занимал то есть у меня там в долг брали табак и для кальяна я не знаю ну то есть доходило прям реально до ужас у нас не было деньги на такси до города и мы поняли что нам чет менять ну типа вот так дальше быть не может и как бы мы не любили там маши и вадима мы поняли что нужно идти дальше не было денег от слова совсем реально как-то выживали даже был момент помочь мы сделали в тихушку какую-то рекламу pr-трека в тег токи за что-то 10 лет реклама да и мы так боя процент тогда что 2000 потому что мне нужно было эти деньги на такси там ничего на что-то вы короче было такое хорошо вы уходите из поп-стар вы уходите в никуда или вы уходите следующий тикток дом мы уходим следующий тикток дома это было по рекомендации гора шипа вот я бы вообще на самом деле этот период времени не хотел нигде обсуждать не на камеру не вне камеры вообще отвратительно все было ну типа просто в двух словах почему типа что там в двух словах нас наебали на деньги не то чтобы на деньги просто обещали золотые горы сказали ну вот вы же повелись вы же здесь типа чего ждете хорошо давайте если не хотите обсуждать то может даже подписано типа али идеи мы не разглашали просто как бы было и было хорошо вы дальше вы уходите в никуда страшно мы короче начали не в контент общего дома вкладывается а в свои аккаунты то есть им начал заниматься моим продюсированием потому что он виду что я хорошо залетаю вот потом у нас пошла какая-то реклама мы уже тогда поняли что не нужно строить из себя таких белых пушистых зайчиков от вас рекламы ноль то есть что идет с нас мы как бы вы ничего к этому не имеете найти нужно реснички и волосики такси покушать вкусно и там еще что то поэтому до свидания все накопился уже как какая-то там денежка с которой уже не страшно было уходить совсем как бы не по нулям было у меня уже была тогда квартира в москве но не подарил и мы направили все свои силы на ремонт этой квартиры чтобы заехать да и не тратить на съемный потому что да не было стабильности съемное жилье даже тогда для нас было ну страшновато потому что ладно первый последний месяц оплатите чем дальше будет известно и все и мы сделали там ремонт буквально за пару месяцев туда заехали все и там уже пошло поехать я могу тебе задать супер неудобный вопрос когда я готовилась к интервью я же все равно знаешь зря не каким-то там блогеров спрашивать типа а чё вот есть на ребят и так далее ну чё катя катя карьер папа купил купил папа candy club катя и папа купил мне папа обычный бизнесмен он не воспитывал с пяти лет что я должна в жизни рассчитывать только на себя и это даже не какой-то момент помешало строить отношения с мужиком потому что у меня было порой стальней яйца чем у мужика и это как бы ну его в какой-то момент ломала я помню как сейчас я второе место заняла в конкурсе красоты в хабаровске прихожу в местный тц на фудкорт и мне в спину орут папа типа место купил у меня батя вообще не шарит кто чё ему так фиолетово вообще то есть он приходил ко мне порой на соревнования чисто по спорту то есть даже на эти конкурсы красоты там и все это творческое ему как больше чтобы понимание папа запрещал выкладывать фотографии об этом тоже кстати по моему есть с минфа лет до 17 прям конкретно а в 17 не очень учета как тупая блондинка снимаешь сторис типа не позорь семью там кончат продюсер увидите не захочет обработать группа ты ничего не понимаешь и когда я полностью уже сепарировалась тогда я взяла всю карьеру в свои руки я уже не слушала ни родителей там никого-то со стороны и все делала сама или мне реально ну смешно и даже приятно что типа ну такое говорят что я все добилась сама а людям естественно проще списать на папу богатого и все такое нет у меня батя последний подарок него дел у него это это было в планах еще сна с его молодости подарить нам с братом 18 лет по квартире все и и дальше сами так и случилось то есть после этого угрюте помощи я отмеряете просто рассказать я решила его спросить потому что реально ну единство заказали я не могу тебе сказать кто мне сказал значит мы очень плохо общались с этим человеком по существу какую лучшую подругу и лучшего друга все люди которые со мной знают они прекрасно знают весь мой путь довольно таки тернистый все же любят судить по готовому результату и как бы какие-то навешивать на меня ну то что я в камни пришла про папа первый раз слышу проще что я с хриламовым там дружу ну типа и вот такие все песни про мы еще обсудим там есть поняла источник xo news катя шкуро могла стать жертвой харассмента что такое харассмент харассмент ну как тебе сказать это когда ты вот например дима твой руководитель да ты работаешь и он тебя домогается а давай теперь суть новости на канале bubblegum life появилось видео на котором ребята рассказывают что с кати хотел переспать продюсер кто смотрел продолжение она в итоге согласилась спрашивает xo news расскажи эту историю что там было короче я расскажу да там я расскажу очень завуалирована в третьих лицах дала девочка гарри карлахов и мой батя собрались хабаровские был тик ток хаос была красивая девочка в нем катя и когда у хаоса наступили некий кризисные моменты в плане оплаты за аренду у катя начались некие недопонимания с ее парнем димой не так было нифига не так было у нас было все нормально я просто слышал эту историю психолога типа да могли донести да не на самом деле короче не хочется на самом деле про это говорить короче мне даже он убить ебало этому человеку мне даже не напрямую просто дали понять что если ты сейчас дима и как бы ну расстанешься то у тебя в жизни все будет хорошо короче и ей закидывали удочку что дима это не твой парень он не будет с тобой напарник по тик ток у типа ты достойно большего вот если все-таки сообразишь мы тебе там найдем мужичка который тебе всю жизнь оформит там и наш дом будет спонсировать и все вот в этом духе я все будет хорошо вот эскорт тик ток хаос скажите мне пожалуйста и вот у меня вот прям вот когда это же все при мне происходило меня это прямо вымораживало и не хочется сейчас на эту тему говорить сейчас уже все нормально сейчас мы уже никому не принадлежим мы сами по себе инвайт с нами все нормально ну подождите чуть-чуть я просто хочу понять вообще в такую яркую реакцию дима это все было на твоих глазах либо же просто катя пришла и расскажешь на это причем даже порой писалось когда я уходила в туалет ну переписки по то есть чекала что я щас не рядом настолько мы жили все в одном доме и я понимаю это ваш третий тик ток хаос мы не называем имя поэтому мы не не нарушаем контракт и 3 тик ток хаос здесь титры человека продюсера и этот человек собственно говорить я предложил вот такой схематоз ну просто типа ну вот такой раскладе код ну как тебе очень много таких было знаешь удочек закидывалось не было ничего прям напрямую не было ничего вот прям вот такие сомнительные характер мероприятия меня звали одну это какие например сегодня день екатерины в каком-то загородном доме экскурсия картин читать хрень продюсер хочет поехать в красивом смокинге вместе с катей в красивом платье сегодня день екатерины и они там все известные катерины собирают все и всех екатерин просто смотришь вот это со стороны скорее всего смешно но типа тогда я такие эмоции странные переживал и тогда у него очень тяжело и было очень много бумаг подписаны которые как бы не давали мне каких-то факт я не должна была типа это все день показывать его по бумагам ну получается так девушка катя не должна это вообще не ты это еще как ты просто удержался в этот момент и не набил ебальник прости за мой французский ой блядь на этом откачивали все подряд а смысл но типа смысл но тогда меня держали почти все ну типа вот так то чтобы я этого не сделал я понимала что возможно этого и добиваются чтобы потом как бы один избавиться я все тысячи я просто не первый раз таким сталкиваюсь в плане провокации и в мою сторону я прекрасно считываю наперед я глина мне кажется даже знаешь был бы скорее всего даже не интерес катя как был интерес скорее всего у меня как-то подставить то есть это все делалось так слить чтобы мне от этого хуёло было катя то вообще все равно мне вот было настолько хуёло этот момент особенно когда ты живешь с этим человеком в одном доме катя ты сталкивалась вообще еще когда-либо в своей жизни в карьере вот с такими подобными предложениями тоже не можем про это говорить нет почему вкон там ничего не подписывал в конкурсе просто где за второе место за первым не предлагали после автопатии пойти в номер искал нет я займу тоже конкурсу хабаровске конкурс по моему имела продолжение в питере типа это региональная типа а потом дальше шло и не предлагали типа дальше как так как финалистка типа едет это я говорю нет то что я займу то и займу мне вот эти свиста пляски не надо а сейчас представляешь пришла бы в шоу я те как бы представляла встречайте мисс хабаровск пойдет но и они дали мне 2 потому что они понимали что если бы они дали меньше 2 у всех вопросов вопросики я была там 2 2 договор был был все какие вопрос ладно давайте к следующей новости источник ок блогер катя шкуро и дима козлов впервые показали как прошла их свадьба пара без торжеств расписалась местным мфц и там же они надели друг другу кольца ну давайте первый вопрос почему решили так скромненько вообще отметить в мфц справить все это мероприятие никаких не устраивать вот эти знаете пирушек показать что мы богачи инстаграмная картинка и вот это все начнет все в кортье в роликсах там все дела и сейчас каждого из денег нет 1 кольца я настояла на последней бабки мы купили нам булгари и на самом деле ну не будем скрывать что мы не планировали беременность как в плане там как люди да за полгода там не пьют не курят витаминки там капают и готовится нет у нас это такое было естественно отказались от алкоголя от всех каких-то вредных ручек то есть нас жизнь сама к этому привела и в один прекрасный момент все это произошло как бы это не было планировать планированием как это обычно у всех происходит поэтому для меня фразу планировали ребенка типа ну нет у всех нас как ну залетела получается нет я не считаю что я залетела залетела такая ты не планировала не хотела и морально вы были к этому грубо говоря ну конечно но просто специально у нас не было такого что мы как бы вот прям все давай собрались делать типа это все но сегодня в 9 и все и когда уже мы ублизились к тому чтобы все рассказать мы понимали что если мы откровенно расскажем о том что я беременна а потом будет какая-то история со свадьба люди сразу ну по залетела на вот это вот лишние и херни не надо было мы пошли в декабре просто купили кольца из к я хочу булгари ты моя мечта детства и обзор просто так не попадешь там же записывается а в нормальный красивый загс так вообще там полгода ждать и мы у дома в мфц папка хабаровске тоже не так было на самом деле когда выбрали ближайшую дату и пошли она вообще ты издалека начала я поэтому и попросил тебя сам ответ на этот вопрос я отвечу на него по-другому первый момент скажу честно у нас родственники все находятся далеко от нас это проживутся не прислать прислать бы еще не сказала сама какая разница как развод начи свадьбу изначально мы вообще не хотели планирующий для меня это правда простят меня все люди которые праздную свадьбу это прошлый век когда все собираются бухать за твой счет хотя ты сам не пьешь и ты видишь вот эту вот всю свистопляску с ведущими которые вообще пофиг сколько стоит я не верю в пример но реально порой чем звонче свадьба тем звонче развод да и я планирую свадьбу когда у нас уже будет там 10 20 30 лет брака уже когда мы с детьми уже конь круиз по всему миру вот это как бы красиво а вот это вот еще на последние бабки в кредиты там свадьбу или нет и вообще просто слушать а у вас сразу было такое понимание что у вас одинаковые взгляды на жизнь или одинаковые ценности я бы даже сказал семья дети все такое смотри катика у меня сейчас дима куда нет нет конечно нет мы поначалу ругались и было очень много недопониманий и общались через мат и через нахуй и все вот в этом духе это постепенно к этому всему приходили как к этому прийти просто многие парни приходят и на этапе через нахуй расходятся помогу духовное развитие духовное развитие это как мы начали работать своей головой ну как это походу к психотерапии можно так образовательный какой-то период я могу сказать ушла в терапию мой наставник который как бы меня так скажем привел за ручку вот в эту всю историю там чуть-чуть узнала там чуть-чуть узнала вот тут принад какой-то работает то есть какие-то моменты в жизни которые для меня казались вообще вот тут можно крест поставить почему типа нет идем дальше идем дальше идем дальше дальше дима у меня по жизни как это это делать не должен интересно я тоже хочу а возьми меня с тобой и он как бы заводился твой я почему-либо диму потому что он поддерживает меня во всем и он не ставит мне палки в колеса а наоборот понимает что я не херню страдаю а я что-то очень интересное и полезное делаю не он всегда как бы подтягивается в конечном итоге мы всегда об одном мы всегда за счастливый финал и как минимум порой там после очередного этапа садимся блин а помнишь все говорили что вот там вы сейчас расстанетесь да вы сейчас там переедете вас вас там жизнь проверку не пройдете сейчас ребенок появится у вас там сложности трудности и вы там расстанетесь разве короче духовное нам помогло работать со своей головой работать со своими мыслями с установками которые все тянутся из детства и понимание что мы не хотим жить наши родители а мы хотим другой хорошей жизни хорошо если это не секрет ты сказала что тебя какой-то наставник взял за руку и привел в духовность а что за наставник но это моя подруга она сама начала в этом всем вариться эзотерика и и гипнозы ну только в своем понимании не вот эти вот это называется перепрошивка твоего сознания когда ты во сне у тебя сознательная часть мозга которая привыкла контролировать ее отключают и твои установки с детства перепрошивают то есть говорят что это хорошо сейчас вот люди это посмотрим на пусть смотрят это же про не но это правда ну как бы ты знаешь так в лоб информацию даешь для меня просто когда она мне сказала пойдешь на гипноз у меня так же типа вот здесь сейчас человек вот так вот из карману король их со с ними картежку с ними давай ка ты домой лысый пойдешь на самом деле нет это вот все вот реально с головой работали она просто побежала в эти знания я вот так вот подсматривал мне было интересно я уже про заебался обучаться мы каждый месяц для чему-то обучают она все вдавая блять обучаться давай уже снова видишь не зря теперь же картешечка сейчас я безумно благодарен и за мою голову за моё видение мышление покупайте наш курс семья козловых мы за светлое будущее мы за просветление ссылка в описании должно быть примерно у нас даже был называемого квантовый скачок перед тем как я забеременела мы были на грани расставания и тогда если бы вот не мой наставник мы бы скорее всего разошлись и после этого диалога разговора у нас произошла беременность прости если вопрос будет тупой я хочу просто понять механику это по сути как психотерапия либо либо как как это произвели бы это тренинги какие-то как это происходит тренинги скорее всего и как психологу сходить как будто два в одном то есть проходим и и гипнотерапии проходим просто вы допустим смотреть и в детстве твоя сознательная часть она не работает и ты все впитываешь как губка почему важно да говорят что до семи лет ментальный ребенок связан с матерью я почему искренне считаю что наш ребенок 8 месяцев здоров и вообще у нас нет проблем со здоровьем потому что все ментально зависит от матери как и как мать проецирует все на своего ребенка такой ребенок и вырастает и тут история такая же то есть ты впитываешь все что тебе говорят и ты же не можешь фильтровать в детстве что если скажет там и не знаю крепкая семья это плохо там рожать детей это вообще у меня самый базовый там черная кошка это беде там посидим на дорожку деньги на черный день откладывать на вот я только сейчас эти вспомнил недавно про эти моменты помню когда еще с родителями жил я стою что-то зубы чищу и вода течет и ко мне подходит дедушка и выключи воду нам же коммуналку платить я такую бедность разводы и вот эти вот все проблемы как бы даже которые сейчас актуальны они все закладки заложены в нас детстве самое основное наше вообще суть жизни это выйдет этой системой и начать жить по-другому потому что это все работает только от того что нас когда-то в это заложили и вот и засыпаешь сознательная часть у тебя спит сознательная засыпает который контролирует все и тупо сознательную которая в детстве это все вот насобирала вот такая кубочка я начинают выжимать и новые зернышки закладывать нас даже в окружении есть люди но просто им там лет под 40 условно да там за тридцатку который по факту мыслят так так же как и мы сейчас на вопрос то что мы к тому что мы сейчас знаем и как как мы живем люди некоторые приходят через очень тернистый путь алкоголизм наркотики много смертей там знакомых близких то есть через жесткие разрушения они приходят к этому к этому к этим знанием через этот опыт а мы скрытили дорожку как бы причем это все экологично то есть это как бы люди друг друга просто обучают это абсолютно нормально когда-то там ну можно же проходить другой путь да там 15 лет что-то пыхтеть там туда-сюда и так как бы это понятно как мы зарабатываем в интернете не до сих пор на пары бабушка за это говорит ну вот как как-то это делать тоже на золот не ходит да очень ребята ждите теперь новых заголовков что вы сектанты нет я гарантирую теперь после этого выпуска мы даже сейчас я потихонечку начинаем менять формат контента потому что уже даже не как что тебя воспринимают как какую-то такую инфантильную меркантильную девчоночку о да на сниму за того что он не там булгар из бриллианты ёб твою мать у меня на такси деньги занимал я вон так так которая не придет мне это все отец мой подарит что вам надо вообще в баню могла сходить нахуй мне нужен а мы к этому всему пришли сами и типа пусть нас считают кем хотят но люди которые шарит а их много они сразу поймут вот просто тут еще немножечко касается это все инфобиза до приблизительно так скажем и многие видишь тоже по-разному к этому относятся кто-то берет какие-то там допустим лайфхаки техники знания идет как бы с этим дальше до получать какой-то жизненный опыт а кто-то просто изначально с недоверием ко всему этому относятся такой а вот это вот сейчас проверим это сука не работает вот этот тоже не работает блять вот они пиздоболы только воздух продают и как бы ничего в жизни не поменял ко всему придавите там ты сидишь и зарабатываешь 15-30 месяца ну коммон вопросы тебе дают просто как бы путь а там уже дальше твой выбор обладаю всеми этими навыками вы сами не думаете реально какой-нибудь курс сделать еще что-то я на самом деле долго об этом думаю и тут знаешь встает вопрос того что хочется сделать так чтобы полезным было людям то есть здесь нету историй заработать денег типа конечно денег заработать тоже хочется да и мы прекрасно понимаем что и для чего мы делаем тут как бы хочется больше сделать так чтобы вот отзывы от людей было вау реально поменяла моей жизни там многое и хочется быть амбассадором своего продукта чтобы тебе не нужно было каждый не знаю три месяца делать прогрев там разводиться рожать снова и вот это вот все чтобы были хочется просто показывает свою жизнь чтобы люди притягивались такой жизнь но я мне кажется что с катей вот смотрю на со стороны мы пока что не готовы чему-то обучать мы готовы пока что сам сами обучаться получать эти знания впитывать их себя как губка и уже потом когда мы к этому созреем может быть что опять же это не по 22 ну вот не 23 пара назад исполнилось и спасибо и все равно опять же до братья более взрослую аудиторию для них типа ну чё эти там педюки нас надо у них есть стереотипы понятно что даже сейчас они нас смотрят и у них пока только мысли папа подарил кто-то помог ой да нет ну то есть пока нет даже возрастного какого-то у нас вот этого вот ну все ладно через восемь лет встречаемся в студии ладно хорошо давайте к следующей новости точник медиаликс почему фанаты не верят в беременность катя шкуров в ролике с положительным тестом увидели пранк охуенный пранк вы увидели ребята но да ладно к сути новости многие зрители не поверили блогерши екатерине шкурок которая объявила о беременности девушка со слезами на глазах показала тест двумя полосками критики заподозрили в новости о пополнении и слезах инфлюенсерши пиар и розыгрыш ранее комментаторы увлечили контент-мейкершу в пранках актеру которого нет оскара она там плакала а кто-то снимал что за игры кто в это верит блин это все хайп я против кати ничего не имея но зачем так делать вы потеряли наше доверие пранками пишут подписчики объясните мне пожалуйста почему они вам так не поверили типа в чем была проблема того как мы заявили по моему было пару блогеров которые реально на этом хайпанули во первых поэтому во вторых ну мы будем честны о беременности я узнала как только я прилетела из хабаровска дима туда меньше тела ты беременную кучу граешь что ли нет типа я не беременна я но списывала задержку на то что я летала 8 часов из хабаровска и обратно как бы там всегда цикл сбивается вообще на никаких признаков не было и дима мне еще дарит собаку я его от счастья что мне в собаку подарил и за 1 и тут яндекс ой и тут доставка привозит мне тест на беременность и я выдав уже все эмоции на собаку мы просто им положительный и вот так друг на друга и это видео мы снимали я была уже на пятом месяце скажешь я шикарная актриса что все мои знакомые режиссеры сценаристы которые смотрели это видео сколько я поверил да то есть мы узнали про беременность на самом деле мы не записывали то есть ну как бы это естественно что мы должны были это преподнести как бы живыми эмоциями ну и плаги актрисы мне это удалось но опять же да как бы сразу люди понимали что ну не все так делают когда они узнают и беременность 90 там процентов всех блогеров с первой беременностью такого не делают когда же 2 3 они снимают реакцию и все покупки тестов да они да просто многие зрители не понимают то что он почему бы сразу не рассказали там еще что то вы должны понимать что в первом которых для этого ну тоже есть какие-то определенные обстоятельства да там и по работе да там ну не время когда я беременна а у меня на следующий день начались съемки сериала на 2 недели в тулупах в зиму я снималась у нас я приезжала еще там час два часа езды там у снимающие ниже дом и дедово и мы даже вот эти две недели рассказать то не могли потом у нас были другие проекты съемки когда тоже не было впихнуть новостишку и когда маленькая новость беременном люблю не могу пока не когда в домодедово еду потом на вот проток про собаку рассказали нас пока это повод собаки был ну короче там много было реально нюансов и естественно ну для людей обычных как я уже сказала как 7 блогерем происходит не не снимать свою первую беременность первый тест тогда но если конечно это изначально не было под контент поэтому это же бывает да все может быть поэтому вот поэтому это логичная реакция людей накануне и других блогеров плюс то что это все снимает да и мы еще сами в шоке были ну как катя сказала о том что мы как бы не совсем это все планировали и когда вот мы узнали мы еще таки ну мы еще месяц себя приходили на был страх какой-то тебе двадцать два года у меня еще давай родной мне там за фруктиками сходи еще что-нибудь кислое сладкое и соленые огурцы пожил мне так и было у меня был страх это же большая ответственность это страх был за бабки конечно у меня страх был за ну типа состояние кати потом я думал блин может мы еще ну как бы рано там не рано типа как это все будет происходить короче ну страхов было на самом деле дофига когда это все засыпаешь с этими мыслями якобы кати об этом не рассказывал а может быть уже потом рассказывал но когда она была беременна и не хотел ее просто грузить этим всем я как бы это все переживал самостоятельно чтобы она как будто мне ничего не переживал и вот а потом нормально все потом уже когда родили там уже все по факту как-то туда-сюда и реально это был следующий шаг наших отношений потому что тогда как раз таки уже говорила мы дима были на грани арестования потому что мы уже это тогда прошли и тут уже все пережили и здесь уже начали развиваться а дальше-то куда ну я просто объективно без обид не понимаю пар которые могут 5 8 лет встречаться ланды бог еще пожениться успели но они встреча и что вы встречаем то есть как это как естественный процесс создание отношений да то есть ну как бы если ваш это не устраивает не так голубь любить найдите нормальных там партнеров с которыми будьте готовы создать семью вот и поэтому многие просто кто-то кому-то просто так в кайф типа кто-то живет формате каждый находит что-то для себя свое то что у вас так нет я понимаю это тоже мы хотим детей но сейчас там не время не место не для меня там лишь от нас хорошо смотри 9 месяцев беременность все хорошо давай про роды я такая знаешь мамка про роды как как все прошло какой вес какой рост это вот все как малышка кесарево сейчас ворвутся в чат женщины кто напишет кесарево не рожала на самом деле все с 8 марта значит не поздравляю на самом деле кесарево я женщин еще больше зауважала как только мне кесарили нежели женщины которые родили сами потому что во первых я настраивалась сама и никаких предпосылок у меня идеальным было беременность вообще никаких предпосылок нет короче я булочки ела и витамины активно пила я знаю на что грешить и малыш как родом уже было почти четыре килограмма хотя все я рожаю там два пятьсот три пятьсот у меня 4 булочка там и короче я все я я уже была готова рожать уже на день рождения 24 испортить праздник шутка шутка я реально у меня была ложная там это схваточка все и я ночью лежу все рожаю а нет вот пробка отошла скорость отходит пробочка потом начинается либо схватки либо вода отходит так и а пробка она может ходить неделю еще до себя я все отошла знать что едем рожать я уже диму не просто же движухи хотят я просто хотела родить мы ездили на осмотр я приехала красивая накрашена девочка моя езжай домой короче у меня был три дня схваток то есть у меня организм уже вошел в роды он сигнализировал что пора рожать что ребенок готов выходить но у меня не было раскрытия мне говорят до утра не родишь что-то третий день было кисарим я уже три дня схваток пережить кто еще сука мне скажет я не рожала бить его заставлю три дня ходить и стимулятором схваток и все и на утро ничего не происходит я просто ночью каждый это полчаса с этими схватками и все я 15 минут что там сделали твою мать чужие сразу же сразу не согласилась ну конечно потом я восстанавливалась в реанимационной лежала там с этим швом ходила ребенка таскала с швом и поэтому кто сказал что я не рожала я заставлю ходить со швами и с ребенком схватками она просто шутница так она веселая добрая мамочка все хорошо за на музей 3 я просто писал посты в двух частях об этом и комментариев было конечно война на самом деле всегда резонанс типа для женщин это вот тему чтобы обсудить вот кто рожала они прям геройски себя чувствую так то короче все и все сделали мне за 15 минут мне наконец-то долгожданная встреча конечно я попаду спинальным этим наркозом мне уже просто хорошо это плакал даже сквозь все эти там свои анестезии но это была реально долгожданная встреча и все и это случилось наконец-то конечно это непредаваемые эмоции это то что я искренне желаю испытать каждому потому что вот не зря говорим кто хочет не все хотят каждому кто не хочет не желаю как говорят как говорится свои будут поймешь вот это вот тут в тему хорошо дим у тебя какие были первые эмоции вот ты видишь малышку на самом деле слезы счастья и не до конца наверное осознавал о том что типа все я теперь отец там и так далее вот мне это сознание пришло чуть позже то есть я как-то первую первую неделю вообще не понимал нас вот как аврора родилась на первую неделю вообще просто спала кушала какого то есть ничего там базовый набор человека да я и боялся на руки брать потому что начал головку не держит там туда-сюда и катя как бы со всеми этими моментами справлялась я на нее смотрю думаю моя дочь лежит блин нифига себе чего то есть ну как то так было смешно так вообще первый крик меня до слез поразил а ты присутствовал народах да 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 реально любовь вот первый крик как только я услышал моя что ли вылезла а вы сну вы договаривались сразу согласился на партнерский вообще думаю что он идет да я просто когда дима рядом я становлюсь тёлкой когда его нет я баба с яйцами потому что ты выражается маме нужно все ушли сейчас все сделано нормально да а тут я достала отрезать ребенка я пошла дальше а только для уже три дня понимаю что ну тут уже нет меня сейчас будет все зависеть я понимаю что у них раз таки дима нужен потому что я уже все что могла сделать от себя сделала и я диму так не отпускала будь тут рядом и все и он не взял за ручку через три минуты наше телнышко ну что за мимими такой источник exo news катя шкуро рассказала что у ее новорожденной дочки не будет няни мои родители катастрофически против всех нянь поэтому все делаю для того чтобы мы в ней не нуждались поделилась девушка так это ответ подписчикам смотри в августе 2022 года месяц но на дворе уже 2023 март хорошо и ты пишешь 14 марта 2023 года уже следующее я хочу рассказать вам правду авроре 8 месяцев 8 месяцев мы с ребенком одни с первого месяца у нас не было помощи ни от родителей ни от кого это крик души о том как я устала расскажи как было на самом деле на самом деле было так то что когда я забеременела все были в диком восторге в огромном счастье поздравлениях все говорили мы все сделаем так чтобы у вас все было хорошо мы все будем рядом на минуточку диме все в ярославле мои все в хабаровске а вы в москве мы в москве мы все будем рядом мы поможем мы я такие ну да ну конечно а ну а мы ж как воспитывались там мы все все там да наши бабушки дедушки родственники знакомы все в одном городе все выходные встречаются еще и все на одну улицу бабушки он закинул вечером забрал короче ну и то есть так мы реально воспитывались я сама это помню и конечно когда мы сейчас там даже мои родители говорят что мы вас сами воспитали игру чё тебе напомню сколько раз его бабушки ночевала и уже я уже даже это помню я понимаю что у нас уже далеко не та жизнь которая была раньше и я вначале реально в это верила я искренне верила в то что моя мама приедет будет там с нами жить я искренне верила штампа по моему нам поможет там ну дима просто и так брат сестрой еще мелкий то есть их там самих еще поднимать в итоге чё я рожаю приезжаю я рожаю я рожаю приезжают все на одну неделю после выписки опять же в первые пару месяцев ну там реально помогать не надо типа ребенок спит ест сам экшен начинается с трех месяцев когда колики зубы все двойное и пошла тут вода горячая все если на трех месяцев все приехали увидели отсюда она спала поцеловала все разъехались и тут в три месяца и как раз лечу в дубай и весь удар я принимаю на себя все дед это мой папа прилетел на недельку по нянчился улетел в тэйланд купил каменди-клап сразу заранее застепить иди работай и все и мы поняли что это все на словах каждый раз когда мы что же дубай вздумывались и няне они не надо вы что чужой человек не дай бог это же ваш ребенок они сразу тебе всплывающие видео как не они бьют детей не знаю их там плачущими оставляют валяться на полу вот это вот все я понимаю что но это старые вот эти вот их опять же все убеждения это больше страхи типа это вот вот у них это было на их веку и они как бы вот нам только негатив свой передают и мы в какой-то момент вот уже просто заебались то что будет станет проще с каждым месяцем все больше охуевали уставали были у меня не было ни дня декрета я рекламу выкладывала в реанимационный типа но это это реально типа мне говорят чё ты жалуешься сидишь ты там начать на камеру блять надо снять смонтировать придумать ну начнем с того что по бартеру мы рожали и как бы я даже а бартер то надо отрабатывать здесь сейчас хорошо вы сейчас здесь с кем дочка с нянечкой с любимой нашей золотой реально это чудо не няня потому что даже когда у меня родственники приезжали мне приходилось там рассказывать как памперс поменять ну все-таки нам там это 20 лет назад последний раз делали им наверное уже забыли что там памперсы бывали какие-то вот не знаю на веревках у них не попросили все объяснить тот человек просто вот он все знает укажет специально обучить профессии человека просто в какой-то момент отдали вот так ребенка и вот так со стороны смотрим помыла уложила спать приготовила ей покушать памперс поменяла погуляла и восстановила режим то есть теперь у нас у ребенка полноценных два дня если бы сейчас не было бы няни сейчас поехала бы с нами не опять бы сбылся режим потому что в такси уснула бы обратно до дома все потом моих хер уложили она до ночи куролесила потом непонятно сколько уснула этот вот свистопляска не было бы у меня сегодня у вас в гостях если бы не было няни хорошо а вы когда ну вот когда был такой самый тяжелый период когда ты говоришь три месяца все это началось ты звонил маме не знаю там скамам ну приезжай но помоги там на недельку хотя бы мне тяжело самый жесткий момент был просто в дубае в декабре ну как все знают декабрь самый насыщенный месяц у всех у компании блогеров особенно в интернете и мы я сюда на неделю улетела на камеди на съемки возвращаясь мы заселились в квартиру надо обустраивать новое жилище у нас рожает собака через две недели такой декабрь каждый день надо снимать какие-то рекламы дедлайны у авроры там зубы скачки роста это все на наши плечи ну честно я тогда дому ваху были просто мем но вроде бы мы просто по очереди плакали этом в 6 утра нет 6 утра плачет дима где-то под вечер его я не пьем ну как бы у нас не надо было просто выпить его просто с утра собака рожает он сразу может не кальян забивает понимает что ну хоть как-то надо расслабляться другому опять же собака рожает я сразу сажусь за руль за руль у меня права с 2018 я за руль села в дубае первый раз потому что боялась собака не дай бог проблемы начнутся в родах и нужно будет вести в ветеринарку да там же нельзя в такси с собаками дуба короче был экшен расскажите мне ты недавно выставляла что ты приезжала в москву только недели то ли на 2 и дима оставался один с ребенком какой-то дим все в принципе все понятно нет на самом деле за эти две недели было тяжело и знаешь когда у тебя есть ребенок это максимальная проекция твоей жизни твоей взрослой позиции в жизни потому что когда у тебя есть ребенок ты не можешь ему сказать за час потерпи потом покорбую дать ему подожди макисон давай ты чуть какашках посидишь сейчас чуть там это в ютубчик посмотрю и потом тебе это мой вред да то есть тебе нужно брать и делать и вопрос как мы это справлялись как он справлялся до выбора не было ну ты же не накормить не помыть не спать его не уложить берите жизнь реально ставит перед фактом у нас собаки забеременели но что мы сделаем на собаку в 9 утра к нам на подушку на мою залазить и у нее вода отходит у нас на кровати потом мы с тремя щенками а нам рекламу снимать через полтора часа что с ними делать и мы вот у нас декабрь был прям вот лютый дедлайн и вот когда вот катя осталась там о точнее катя улетела и остался на две недели тоже было тяжело но я уже как-то понимал что будет пиздец и я как бы к этому был готов типа вот ну я понимаю дети это не так уж и легко вот на самом деле как вот возможно смотрится со стороны просто многие там блогеры там показывают там у нас там все отлично у нас блять пиздец был мы не высыпались месяцами там бабушки и мамы и как бы ты порой эту помощь от бабушек и мамы типа не отняли ты воспринимаешь как должное и когда а когда у тебя этого нет ну ты реально охереваешь и типа когда они говорят что чего типа это же ну не так уж и сложно там до года вообще типа и 5 до года сам пиздец не буду даже мы не знаем как будет дальше с года до 2 у нас уже у каждого поняли собственный источник все тик ток дима козлов похвастался перед подписчиками дорогими подарками жене кати от кортье видимо это то что нужно молодой маме в первую очередь и квартиры в дубае этот контент который мы заслужили ну что ж с годом брака ребята ну во первых вообще у нас тут злые все вот эти вот админы пабликов да которые завидуют вот всяким классным подарком ребят нет это не бесится обожаю опять вошла в роль но мне кажется это не роль это правда то что хотела сказать расскажите мне почему именно в дуба решили взять квартиру на самом деле мы только я забеременела забеременела мы сразу понимали что нужно потихонечку копить потому что нам в той студии квартире которую катя подарил отец там ну типа вот прям вот так снова да и как с появлением ребенка может быть еще месяц-два типа будет нормально да пока антон спит пока там ничего громкого не происходит у нас собаки после того как помоешь лапы начинают бегать потому что они сырые начинают лаять ребенок просыпается в студии но вообще не фаберже и мы начали потихонечку копить 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 деньги подкопили начали рассматривать ипотеку в тот период времени проценты были там что-то около 17 процентов нам делают расчеты скажем сколько мы должны переплатить перепад за 30 лет 40 лямов переплаты только 55 лямов за 30 лет заплатить мы сидим сказать ну типа это вообще квадрат примерно это квадратов 60 и какой-то район ну примерно что это красногорск а то есть это еще даже не москва нет это даже не москва и потом мы делаем нам говорят подождите сейчас вот родите будут как молодая семья будет какие-то льготы детский капитал можете его как-то внедрить то может быть процентная ставка упадет мы такие думал дачу нам в принципе пока что копим 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 типа и как раз подождем вот катя рожает мы понимаем что молодая семья мы уже в принципе могли во время беременности этой услугой так скажем воспользоваться и не надо было ждать там до появления малыша процентные ставки действительно стали ниже но уже вот прям вот не перло типа были какие-то подводные камни квартиру там короче оказалось что собственник несовершеннолетний куча документов а если его не сделать он потом придет 18 и скажет да тут моя доля какая-то там три процента образно говоря и короче у нас раз не пошло два не пошло три не пошло и мы как бы потом когда я улетел в дубай уже там по делам по работе все беременность поехали в дубай поехали в дубай там жарко я с пузаном куда я полечу и в итоге я когда родила ко мне прилетела мама на неделю я грудим слетаю же отдохни ты он реально херачил по страшному ведь была беременная и он прилетает а мы другу мы позвонили когда он полетел он красный мишка занимается и он называет суммы за квартиры в дубай с ремонтами там дешевле чем в красногорске блять там москва очень рядом не стоит чего это же дубай здесь говорят наверное ипотека под один процент если вообще без процентные типы рассрочка дубая но это мы никому не пропагандируем нет ну слушай это просто правда выгодно и все это просто реально выгодно и прикол том что мы когда ну типа я предложил катя давай может быть здесь купим потому что здесь типа перезимовать а мы понимаем что придется призывать потому что у нас собака забеременела мы понимаем что и нужно родить щенков мы сразу же не продадим нам их не сбагрить и поэтому мы затянулись то есть мы должны были до декабря месяца где-то может быть новый год встречаем типа и в десятых числах января уже должны были вернуться из-за того что у нас там собака родила щенки вот им еще даже месяца нет они маленькие их никому не продашь их никуда не отдашь они сиську хавы да у сэнди и короче мы понимаем что типа нам придется здесь задержаться и мы уже приблизительно это все понимали игру мы здесь за аренду очень много благодаря таки думаем но недвижка хорошая да есть сейчас еще там нормально хорошо наконец-то умные просто умные блогеры молодцы вот и мы еще тогда купили очень выгодно доллар был 64 что ли 63 вообще мало сейчас 77 хорошо один вопрос и больше не мучаю вас на эту тему сколько стоила квартира в дубае хочу а чё будем говорить ну потом можно было бы какой-нибудь эксклюзивчик нам отдать а тут сейчас наташа все карты раскрыть ну давайте скажем 12 но в долларах от сколько получается это 170 тысяч долларов неплохо красавцы вот но мы сейчас подписать 100 тысяч рублей а дарма мне рассказали про то что как только мы платили квартиру это пол беды там было очень много вот и знаешь что ты же не знаешь ничего в другой стране там другие правила эти говорят слушай нам нужно сейчас с вами сделать там ну по вашей квартире такую-то бумажку заплатите там 5000 дирхам и такие сколько это 2 на 20 умножаем там 100 тысяч рублей мы такие ладно хусь на эйфории да мы типа 12 лямов отгрузили давай типа за 100 тысяч бумажки сделать потом мы приходим там типа ой вам там тоже что-то что-то заменили какой-то полу ремонтом сделали что-то там короче какую-то покраску тут еще 100 тысяч рублей надо и мы так наверное три раза по 100 тысяч рублей давали мы даже не понимали блять за что мы отдаем и потом короче в дубае есть такая тема что типа если ты недвижку покупаешь дороже чем 205 тысяч долларов тебе дают резидентство типа на два года как инвестору типа в эту страну и а мы не прошли по порогу типа одну 170 тысяч долларов у нас и нам пришлось еще делать в нж шки типа трудоустраиваться мы все вот эти вот моменты тоже ну типа будет полмиллиона мы отдали дубай сосет по страшным там предлагаю на этом из-за финале понимаешь на этой фразе источник зашквары блогеров у блогеров лера изумруд и катя шкуро снова конфликт скандал произошел из-за того что шкуро скопировала идею видео у изумруд какое там видео было что случилось что не поделили да я вообще не понимаю вот этого движуху кто-то у кого-то что-то скопировал я считаю что блогерство это как и музыка там 7 нот ну там надо очень сильно постараться чтобы придумать что-то новое то есть когда мы снимали какие-то тренды которые придумали вообще это западные там тик ток дома никто же не обвинял что вы снимаете как у них когда я не знаю у танцевала какой-то тренд там новая наша дом артистки никто не был чуток она делаешь я не знаю когда у нас треки ну ладно под треки тоже ты купишь короче для меня история я забеременела типа сейчас то есть любая кто забеременела блогер которая забеременеет то есть просто как мне кажется у леры было такое такая позиция потому что она первая из вот тик токер так громко забеременела так скажем и поэтому громко также развелась простите ну как есть поэтому главное вот это не копируйте я вас очень прошу вот эти громкие разводы вот и мы ну как бы я понимала что возможно она хотела оставаться как она заявляла там главная мама тик тока ради бога я не претендовала не надо такую роль у меня да очень на самом деле странный такой конфликт был типа и на тот момент мы просто такие руки посмотрим на эту со стороны тип а в чем суть до конфликта подожди слушай на самом деле мне блин мне там еще есть третье лицо которое не хочу называть продюсер скажем да да вот контент-мейкер вот контент-мейкер да и мы с ним очень часто общались на самом деле и когда там про беременность там я короче смотрю думаю пять месяцев прошло нам нужен тоже уже как бы рассказывать про беременность думаю дай посмотрю что там лирка делает ну типа делала там уже спустя время я думаю так она там ванной заревела типа а это же было прям в нашей комнате при нас снималась в хаосе типа и мы такие но тем более скажу вау типа классно зашло делал собирательным мы не только там ей вдохновились так скажем еще других мы посмотрели как это делают другие я просмотрю классно зашло аудитория отреагировала типа приняла хорошие просмотры типа лера молодец контент-мейкер молодец и как бы все больше ну типа я думаю ребята сделали хорошо я думаю давай сделаем что-то подобное с этого начнем а дальше посмотрим как его ли это она обиделась тем более я что опять же ты уже родила ты уже вообще в другую стезю немножко уже да ты уже мама и когда человек так переживает за сворованный контент как на его назвала значит она переживает за то что это получилось случайно если ты мастер ну как сказать моя маэстро если ты это делаешь потому что уверен что это зайдет ты будешь уверен и в любой другой своей идеи и ты не будешь переживать наоборот нужно кайфовать что тобой вдохновились да у меня столько контента спиздили музыкального в тик токе прям вообще очень много вообще блокируешь для тех кто у тебя пиздит поэтому этот именно про блогеров которые пиздят у меня контента так хорошо смотри вот вы теперь мамочки тик тока до мамочки вк клипов назовем это так кто они ищу к ты лера изумруд ну вообще есть вас какой-то комьюнити во первых между собой я скажу правду так нас не любят это мы так думаем опять же типа то есть мы ваши перечисленные мной ребята как минимум мы очень дружелюбные мы пески открытый с нами дружить реально одно удовольствие бы сама себе хотела таких друзей как мы потому что мы всегда там поможем я говорю правду любого из нашего окружения спроси как бы там ну все счастливы и когда я порой там с кем-то новым знакомлюсь человеком с которым мы с первостепенно познакомились через социальные сети до условно а потом начали общаться я всегда слышу фразу для думал ты такая сука я думал ты такая стерва вообще одну вот такие две мыши сидите я клянусь так цитаты прям ну я не сейчас не придумываю и я понимаю что блять а чё ну я там бусинки бусинки там дима там шоке чуваки там где то есть понимаешь на некоторых фотографиях я выгляжу как соск там на некоторых выгляжу как соск она некоторых уже мамочка искренне не понимала типа почему так думать и но возможно из-за того что люди боятся сделать первый шаг в плане ну познакомиться у нас нет этой вот истории корифанство за кем слежу честно я вообще блять ни за кем не слежу это все делает дим что-то часть его работы я вообще в инстаграм захожу я не знаю смешными картинками посмеяться то есть это мой максимум порой даже это бесит я говорю ты видела кто-то что-то выложил он говорит кто кто это вообще об этом я никого не знают из дима за всех 2014 года блогеров путь каждого кто с кем когда зачем почему ёб твою мать мне вообще места было так параллельно до чужих сплетней для чужих тоже но вот видишь теперь как жизнь проявила держись держись я поэтому только один мы что-то узнаю поэтому когда там дима что-то очередное придумал а потом нам говорят что те на нас залупились потому что там я вообще короче лера не обижайся мы тебя все любим на самом деле мы реально нормально для правда ну хоть обижаться как его крития блять видишь не зачем это кому это надо короче мы с вами обсудили всю новость что не так страшно это все было как вы сначала подумали раскрыли вроде я думаю что аудитория поймет к тому что это хорошо но вы же помните да что у нас есть одна новость которая была написана мной я могу вам напомнить заголовки блин у нас еще так заговорила ну а давай напомню и попробуйте угадать так источник зашквар и блогеров у блогеров лера изумруд и кати шкурок снова конфликт дима козлов на шоу свидание вслепую поцеловал габи в губы с кати шкуро могла стать жертвой харассмента ок блогер катя шкуро и дима козлов впервые показали как прошла их свадьба источник медиаликс почему фанаты не верят беременность кати шкуро в ролике с положительным тестом увидели пранк катя шкуро рассказал что у ее новорожденной дочки не будет няни только не гипнотизируйте меня пожалуйста источник все тик токи дима козлов похвастался перед подписчиками дорогими подарками жене катя от кортье источник the voice актриса comedy club катя шкуро высказалась о съемках с гариком харламовым и а ну и все блин из-за того что я вообще это я не подписана ни на один паблик ну кроме тикток news я все это реально было правда я не не стал я вот не думаю что нашу ситуацию с лерой освещали в смене тебя никто про это не знал это было у нас типа ну вы сами решаете я не вопрос тоже сняли чем мы заявляли это было вот со свадьбами типа свадьба у нас же не было свадьбе он там же потом подъем . что типа в мфц это так то было не ну решайте сам ребят я как бы можно наказание узнать конечно можно пожалуйста читать вслух только ты как мамочка должна это читать войди в роль мамочки позвонить они ищут или дима с блогу о как привет это катя шкуро слушая в инстаграме тут видела что у вас тим в ходулях бегает но здорово конечно хороший малыш такой но не могла бы не позвонить а но не могла не позвонить аль но в ходу ли это ребенок на носочки стоит стоит долго а ему нельзя в этом возрасте это же нагрузка какая на позвоночник тебе виднее конечно я просто так как увидела думаю дай позвоню не ну тим у вас золотой моя мама правду говорит моя правда моя правда уже мама говорит но это моя правда мама уже говорит ну типа что твоя дочка уже говорит мама а моя правда уже мама говорит надо девочки места более развитые конечно вы не берите в голову вообще фотосессию вас красивая была новогодняя правда ты головку малыш малышку неправильно держишь малышку на тебе виднее конечно побегу я меня болтает вовсю зовет если не возьму то лере изумрут ну я не знаю здесь они не обидеться мне они реально писала мы начали использовать раньше всех этот кенгурушку и меня не написала в дирек типа конечно типы ну ваше дело мы убили были у педиатра она сказала что лучше типа пока не носить таки на гуру не блядь и сейчас это такая зале нет просто мы с ребятами типа не общаемся вот давайте либо мы димасу с они за ним либо лере я все дам у меня есть ну давай позвоним чё а так и мы влечу не проиграли ты чё уже сдаешься давайте ребятам чакры все ребята в дубае я закрою глаза чтобы не подарили тебя гипотизирует давай твоим газ новость про леру из брата мне сразу спала в сомнении тем более что нас хорошо знает только наташа и это имеет место надо было карты тароса выбрать сейчас брызги до новость про няню меня смутило потому что то что мы объявили о том что нас появилась сняли но типа не было какой-то такое новостишки о том что мы завели няню что создало бы резонанс резина остановился за счет того что мы сначала сказали что у нас ее не будет она тебе появилась и так внимательно мы смотрим только наташечка stories определять хватит вот знаете ну давай твой вердикт вы проиграли поздравляю вас новость была exon news катюшку рома гласная жертва харассмента об этом никто не писал об этом написал я потому что мне было интересно узнать что там происходило мне тоже твоем вот этом тик ток суша я думал что он у тебя из того что видела нарезку эту я была уверена что есть как бы откуда ноги растут и поэт они что я же не совсем тебе без ног то прошу а почему я звоню ну решите между собой но вообще-то и актриса как бы дима же не актер мне кажется они так хорошо давай лере изумруд позвоним как бы представь что это я не знаю фильм на оскар после этого номинирует у тебя давай давайте давайте чего а я нельзя звонить убрала видимо ладно хорошо давай просто запишем голосовое ну тогда смотри прям нужна полная такая актерская игра тебя столько дать только не ржите все-все парни вообще не смотрите в камеру отвернить они привет слушай пытался тебе дозвониться видимо из-за випена я не смогла короче я увидела в инсте что у вас тим в ходулях бегает я хотела узнать вам типа педиатр посоветовала или как просто у вас конечно малыш такой сладкий я не могла не сказать тебе что ты же понимаешь что в ходулях он на носочках долго стоит а ему в таком возрасте это очень огромная нагрузка на позвоночник реально потом могут быть какие-нибудь проблемы тебе конечно же виднее я просто как увидел со своим педиатром посоветовалась думаю дай позвоню возил очень золотой и у правда нам очень нравится мальчик моя правда уже мама говорит над девочки они сюда более развитые короче вы не берите в голову еще у вас фотосессия была очень красиво новогодняя это вот 007 правда ты головку там малышку неправильно держишь там блин тебе виднее конечно ладно и побегу моя болтает во все зовет и же мама мама кричит она ну все молодец актриса это было всего лишь роль димали простите ничего личного тима обожаем ребята вам большое спасибо что вы ко мне пришли что были честны и откровенно рассказали много интересных фактов спасибо вам большое спасибо что какие пруфу как они ответят или это чисто нас еще больше ну все тогда как они ответят скиньте ответ но вы скиньте этот мы же в одном агентстве все хорошо марина не отдавая их паспорта ребят правда спасибо большое у вас есть какие-то фирменные не знаю там прощалочки типа там посмотрите спасибо туда на самом деле редко вообще светимся на ю тубе вот и у меня все интрибы то есть настолько мимичные что же обливать хотелось я на вот тут лако от экшена skyway тут не было процесс сказал что ничего не покупал а хотелось найти говна вот честно ребят хотелось но не нашла все всем пока ставьте колокольчики лайки подписывайтесь спасибо что смотрели напишите ребятам что-нибудь хорошее но они просто классные все всем пока